Эта притча требует вот то, о чем мы говорили, восприятия этой притчи. 20 глава Матфей. «Царство небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Вышел около третьего часа, он увидел других стоящих на торжище праздно. Третий час – это начинается с шести утра, это значит, третий час – это девять часов утра. И вот он начал где-то… сначала они начали работать, видимо, на рассвете. В девять утра он вышел, опять кто-то стоит. Это третий час. Он им сказал, четвертый стиль. «Идите вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышел около шестого часа, шестого и девятого. Шестой – это двенадцать часов, а девятый – это значит, уже три часа дня. То есть уже девять часов прошло, то есть рабочий день прошел. Он им сказал, что вы стоите здесь целый день уже, целый день не стоят. Он говорит, никто нас не нанял. Он мне говорит, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. «Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника, управителю своему, позови работников и дай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию». Одиннадцатый час – это значит, они уже пришли в пять вечера. Понятно, да? То есть некоторые люди начали работать в шесть утра, и вот прошло одиннадцать часов, и они до шести вечера, так? Эти пришли в пять вечера, и поработали до шести вечера, то есть поработали один час. И он говорит, ты начни им отдавать эти деньги, ну начни с последних, которые пришли в одиннадцать часов, а, в смысле, в пять часов вечера, окей, начав с последних до первых, восьмой стих. И пришедшие около одиннадцатого часа, то есть пять часов вечера, получили по динарию. Ну, когда те, которые пришли в шесть утра, увидели, что эти получили по динарию, работа, мысли-то работают, да? «Dreams» работает. Они думали, а десятый стих, что получат больше. Но получили и они по динарию. И получившие стали роптать на хозяина дома. Ну, ты бы роптал? Я бы, наверное, тоже роптал. Я думаю, даже, что не, наверное, роптал. И говорили, эти последние работали один час. И ты сравнял их с нами, перенесшими тягу дня из... Почему он сравнял? Потому что ты им дал динарии. Они работали час. А мы работали двенадцать часов. И ты мне тоже дал динарии. Это значит, что ты меня сравнял с человеком, который работал только один час. Поэтому я высказываю свои претензии. Я как бы... Я ропщу, как бы. Я перенес тягость дня и зной дня. Он же сказал одному из них. «Друг, я не обижаю тебя. Не за динария ли ты договорился со мной?» То есть я тебе обещал динарии? «Make a deal» — динарии. Да. Окей, возьми этот динарии, возьми свое и иди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. «Разве я не властен в своем деле, что хочу? Или гластвуй завистливо от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними. Ибо много званых, а мало избранных». Это тяжелая притча для пережевывания. Тут понимать, в принципе, нечего. Но эта притча давала и дает мне hard time уже много лет. Почему? Потому что я как человек, моя человеческая суть, мое человеческое мышление — «I'm struggling with this concept». Потому что я как бы рапщу, как этот человек. Потому что я проработал 12 часов, а ты проработал один час или наоборот. И мы получили одинаковую плату. И вся моя суть, она говорит, что это несправедливо. И я готов доказывать это с пеной рта, что это несправедливо. И ты понимаешь, и ты чувствуешь точно так же. Почему? Потому что ты проработает целый день, а другой проработает час или полчаса, и ты получишь одинаковую с ним плату. Ты скажешь, что это справедливо? Нет, ты будешь. У тебя будут претензии. У тебя будут претензии. Но тебе этот человек скажет, а я тебе обещал динарий? Обещал. Я тебя обманул? Нет. Ну так, what's the problem? Да, но почему ты? А какая тебе разница, что я ему дал? Я могу ему дать 20 динарий. What is your problem? И вот, I have a problem. Мне нужно, понимаете, что здесь происходит? Меня даже сейчас не интересует, что здесь происходит. Я знаю, что эту притчу рассказал, что Царство Небесное подобно вот этому, этой истории. Тут в этой истории заложен какой-то смысл. И в Царстве Небесном есть вот этот принцип. В Царстве Небесном подобно, понимаете? Оно подобно, как вот, и он рассказывает это, значит, there is something about kingdom of God, а я бунтую, понимаешь? Я когда читаю эту притчу, то во мне там, понимаете, бунт происходит внутренний. Я, конечно, говорю, amen, улыбаюсь, но внутри у меня бунт. А это нехорошо. Почему? Потому что в Царстве Небесном, это kingdom of God, там вот нечто подобное происходит. Не нечто, а именно то же самое происходит. и я, и моя природа, моя суть, мой менталитет, он не согласен с тем, что происходит, и как происходят вещи в Царстве Небесном. И поэтому здесь нужно что-то сделать. Не с этой историей, а нужно сделать с собой. Почему? Потому что это он рассказал. Мне нужно, что мне нужно сделать? Мне нужно усилие. Царство Небесное, оно силой берется. В чем заключается усилие? В чем заключается? Усилие в том, что мне нужно с собой что-то сделать. Мне нужно свое мышление, мне нужно свою позицию, мне нужно весь свой, потому что то, что я думаю, и как я думаю? Я думаю на основании своего жизненного опыта. Мне столько лет, у меня есть какой-то жизненный опыт, какой-то менталитет, какое-то образование. Это все формирует мое мышление. Понимаете? Так вот, мое мышление находится в противоречии с тем, что происходит в Царстве Небесном. Весь мой опыт, весь мой интеллект, все мое образование, большое оно или маленькое, не имеет никакого значения, это конфликт между мной и принципом, который царит in the kingdom of God. Значит, поэтому мне нужно усилие, для чего? Чтобы опять то, что мы говорили, что мне нужно с собой что-то сделать, мне нужно оставить свою позицию, оставить свой какой-то вот менталитет, какой-то что-то со своей сутью сделать. Мало того, что мне нужно сделать, чтобы это, мне нужно как-то перестать с этим бороться и бунтовать, мне еще нужно это настолько принять, чтобы это было в основе моего мышления. Понимаете, поэтому апостолы часто говорят, и Петр, и Иоанн говорят, что я это говорю вам не потому, что вы это не знаете, я это говорю вам, потому что вы это знаете, потому что говорить это тем, которые не знают, даже нет смысла. Одно дело говорить человеку, который знает, чтобы он был утвержден, Я вам уже говорил, мало того, что ты это знаешь, ты должен быть еще утвержден в том, что ты знаешь, потому что мы, бывает, некоторые вещи знаем, но потом приходит какое-то ветроучение и нас уносит из того, что мы знаем. Почему? Потому что мы не утверждены в том, что мы знаем. Поэтому мало того, что мне нужно понять, что здесь происходит, мне нужно настолько это понять и принять, чтобы это было, чтобы это легло в основу моего мышления, чтобы, в принципе, мое мышление стало другим. а человек преобразовывается обновлением своего ума, мышления. И поэтому, видите, сегодня, когда мы воспринимаем какой-то человек, даже я говорю про церковь, я говорю про believing environment, когда я вижу успех кого-то верующего человека, служителя, я это воспринимаю, вижу успех, у меня появляется завистливое око. Мы в прошлый раз говорили, что зависть – это пух от плоти. Неправильное понимание, не меняется мышление. И появляются дары Святого Духа, появляется какое-то обмазание, что-то появляется, что-то я расту, что-то понимаю. Мне нужно научиться смотреть на вещи, как смотрит на вещи Бог. Вот это вот бар онлайн. Мало того, что я знаю, нет, то, что ты знаешь – это хорошо. Вопрос не в этом. Смотришь ли ты на вещи его глазами? Рассуждаешь ли ты так, как Писание учит тебя? Почему? Потому что тебе нужно не просто знать, что написано и что кто сказал. Тебе нужно научиться рассуждать. А рассуждать – это мышление, это менталитет, это работа ума, это understanding по-английски. Для того, чтобы рассуждать, тебе нужно правильно рассуждать. Правильно рассуждать – это как Бог рассуждает. Когда он здесь показывает, как Бог рассуждает, у меня, у верующего человека, который читает Библию, вижу энное количество лет, у меня происходит бунт в душе. Это говорит о том, что я с Богом not on the same page. Потому что я должен, когда вижу, когда Божьи рассуждения, они должны как бы вложиться в душу мою. Я должен вписываться в его рассуждения. Они должны, вы понимаете, стыкуются со мной. Я уже должен привести как бы in submission работу своего ума с его мыслями. Потому что мы же говорим, что у нас ум Христов. Из этой притчи я не вижу, что у меня ум Христов, например. Почему? Потому что так работает ум Христов, а мой ум бунтует против работы ума Христова. И получается, что я не развиваюсь здесь духовно. Для этого нужно что? Surrender, смирить, убрать свое, отказаться, смириться, 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 унизиться перед Богом, перед Богом, унизиться. Поэтому мы видим, как нам часто непонятно, как Бог мыслит. Поэтому мы читаем другие. В Библии есть несколько мест Писания, не несколько, наверное, их много, я не знаю сколько. Но они просто не укладываются в нас. Они просто не укладываются. Знаете почему? Все по одной причине. Потому что мы смотрим на вещи, даже будучи верующим и зная Писание хорошо, мы смотрим на вещи все равно как бы со своей колокольни, как люди говорят. Мы смотрим на вещи своими глазами. Например, в Ветхом Завете, я недавно читал, как там они везли колесницу, ковчег везли, и он там, она наклонилась, он взял рефлекс просто. Не то, что там он хотел обидеть Бога, но просто рефлекс. Что-то падает, он... Все, Господь тут же поразил его. Как это? Речь идет о милующем Боге? Да, речь идет о милующем Боге. Давид... Давид, он был... He was shocked. Он даже говорит, я боюсь, я не могу этот ковчег везти к себе в дому. Ну, а потом Господь берет, я говорил про эту землю, и там живут народы. Он приводит Иисуса на вина, и берет Иисуса на вина, дает ему повеление, чтобы он просто стер эти народы с лица земли. Так как это так? Это же речь идет о справедливом, нелицеприятном Боге. То есть есть земля, есть территория. Бог берет, одни народы убирает, а другой народ приводит, которому он говорит, вы не лучше их. И человек не понимает. И ты не понимаешь. И я не понимаю. Почему? Потому что... Ну, это же несправедливо, как здесь несправедливо. Многие вещи, которые делает Бог, они кажутся нам несправедливыми. И они и будут казаться несправедливыми. Почему? Потому что мы смотрим своими глазами. Вот есть кусок глины. Есть кусок глины. А есть горшочник, который делает с глиной какие-то сосуды. Вот он берет этот кусок глины и разделяет его на две части. Из этого куска глины он делает сосуд для почетного употребления. А с этого куска глины он делает сосуд для низкого употребления. Там он бросает туда какие-нибудь отходы, мусор там уже. А с этого сосуда он там ставит на видное место, наливает туда напиток. Этот сосуд, он говорит горшочнику, что ты несправедливый творец. Почему? Потому что это один и тот же был кусок глины. Почему меня ты сделал для низкого употребления, а его, который точно такой же кусок глины, он не лучше, чем я. Потому что мы с одного куска глины, в принципе, произошли. А он у тебя стоит на высоте. А я стою там где-нибудь, отходы меня бросают. И это несправедливо. И если ты смотришь на это, если у тебя перспектив какой, если ты смотришь с его стороны, так это несправедливо. Поэтому, когда ты смотришь на эту картину, этот человек говорит, а что ты меня сравнял с ним? Я работал в 10 раз больше, чем он, в 11 раз больше, чем он. Это несправедливо. И он прав. Почему? Потому что он смотрит from his perspective. И он прав, это несправедливо. Эта несправедливость будет сопровождать этого человека всю его жизнь. Его никто не утешит. Его сам Бог не утешит. И тебя не утешит. Ни один пастор его не утешит. Ни его никто не вразумеет. Он будет всю жизнь несчастный. Он будет всю жизнь чувствовать обиженным себя и несправедливым. Почему? Потому что он никогда не смирился и никогда не научился смотреть на ситуацию from God's perspective. Другой пример. Иллюстрация. Иллюстрация. Это очень важная тема. Почему? Потому что we have a problem. Например, в шахматы вы играете в шахматы? Или играли там? Ну, там. Ну, в шахматах есть фигуры такие, как ладья, королева, офицер. Есть и пешка, которая пешка. Ну, почти ничего не значит. Место занимает. Иногда шахматист, чтобы ради позиции, чтобы поставить здесь вот ладью в правильную, которая позиция, там в шахматах позиция очень важная, он приносит пешку, а может быть и две, в жертву. Он ее отдает, освобождается место, и он туда ставит фигуру, и эта фигура делает то, что ему надо. Он освобождает поле, он освобождает этот квадрат. То есть он что-то делает, он передвигает фигуру, на дуб приносит фигуру в жертву. Даже большие фигуры он как бы приносит в жертву. И эта фигура, которую принесли в жертву, она смотрит на вот этот вот участок, на котором она стоит, эта пешка, на своем поле, или там какой-нибудь слон, или там конь, и она думает, а почему-то я тут в углу, почему я здесь в таком ужасе, почему на меня все эти шишки сыпятся. А там вот он, понимаешь, и она, и ей это несправедливо, и она права, что я несправедлива. И она всю жизнь, эта пешка, несчастная, и она всю жизнь смотрит на другую фигуру с завистливым оком. И сколько бы ты этой пешке не вразумлял, сколько бы ты ей не говорил, у нее постоянно будет завистливое око. Она написана, не принимает, Господь говорит, я хочу тебя, но ты не принимаешь исцеление, ты не принимаешь. Что этой пешке делать? Что делать, если око твое будет чисто, то все будет в порядке тогда. А у пешки этой око нечисто, оно завистливое. Ты ничего не сделаешь с этим оком. Пока око стоит вот тут, понимаешь, нужно изменить позицию, нужно поменять perspective, как я это, понимаете? Вы понимаете, что я говорю? Point of view, если так можно выразиться. Нужно и не позицию другой фигуры, потому что ты же не знаешь, скоро эта фигура тоже будет передвинута. Бог передвигает фигуры, Бог передвигает народы, Бог передвигает границы, Бог передвигает, Бог move things around, и некоторые фигуры, так их назовем, они довольны Богом. Почему? Потому что Бог так передвигает вещи, что they benefit from this. Другие фигуры недовольны Богом, и они ропщут на этого хозяина виноградника, и называют Бога несправедливым, и не видят в нем ни милости, ни мудрости, ни любви. They just don't see it in God. Почему? Потому что эти народы Бог убирает вообще с лица земли, приводит другой народ. И у человека это происходит. Это происходит на уровне народов, это происходит на уровне церквей, и это происходит на нашем индивидуальном уровне. Вот эта жизнь, вот у него жизнь так, а у него так, а у меня так, а у нее так, и появляется такой ок, и завистливый ок, и злой ок, all kinds of ок. Почему? Потому что человек смотрит, он дальше своего этого квадрата, эта пешка, она не видит. Он не обозревает все шахматное поле. Он не обозревает весь виноградник, он смотрит только на свой участок. И то, что происходит на моем участке, оно да несправедливо. Оно да несправедливо. Поэтому тебе предлагается что? Господь говорит, поднимитесь, как-то там, я не помню, у Иеремии, Он говорит, поднимите взоры на небеса, и посмотрите на землю. Понимаете? То есть не посмотрите на землю, а сначала поднимите ее, как бы, по вере, ну, образно, поднимите взоры на небо, то есть, и потом с неба посмотрите, и ты увидишь не только свой этот квадратик, свою эту несправедливость, что у тебя там бедного, и туда, и сюда, а ты увидишь все поле, насколько тебе будет дано это увидеть. И только тогда ты поймешь и оценишь всю мудрость, всю милость, силу Божию. И тогда ты к этому человеку уже не будешь так относиться, не будешь так на него смотреть, как ты смотришь. И в этом смысл. Потому что иначе эту притчу нельзя переварить. Она filled with unjustness, понимаешь? Тут несправедливо. Тут несправедливо. Поэтому он разбил всех этих работников. Они работали 11 часов, потом 9 часов, потом 6 часов, потом 3 часа, и потом час работали, понимаешь? То есть там несколько групп. И каждая группа получила по динарию. И все группы, все группы недовольны. Только одна группа довольна. Почему? Потому что мы получили динарии. А те, которые работали полтора часа, они уже недовольны. Почему? Потому что я работал на полчаса больше, чем ты. Тогда мне полтора динария. Everybody is unhappy. Поэтому он разбил, показал несколько, и все завистливы, и все недовольны. Почему? Потому что каждый смотрит, смотрит на свой квадрат. Я работал 3 часа, я работал, начинаются эти подсчеты, и начинается это. И появляется робот. Появляется робот. А как это все понять, и как это все истолковать? Очень просто. Тут не надо толком ничего толковать. Мы уже это все с вами обживали. Что нужно перестать смотреть, тем более в духовном мире, перестать смотреть на вещи своими глазами, своим умом, который очень и очень ограничен. Например, еще библейский, библейский пример. Я сейчас не помню, где это. Это написано, по-моему, в Бытие. Нет, или... Да, Бытие, там, с Авраамом. А, Бог говорит Аврааму. Слушайте, это интересно. Бог говорит Аврааму. Я произведу от тебя народ, и потом этот народ будет порабощен другим народом. Лет 400 или 430, я не помню. Но потом, говорит, я выведу этот народ из рабства и введу их вот в эту землю. Потом, после того, как пройдут их века в рабстве, и приведу их в эту землю, потому что сейчас еще мера грехов... Помните это место или нет? Не наполнилось. То есть, что он говорит? А можешь сейчас этот народ привезти? Нет. Почему? Потому что я их не могу еще изгнать. Почему ты не можешь изгнать? Потому что мера их грехов еще не поднялась до небес. Помните, как он пришел к Содуму и Гаморре? Я пойду, говорит, проверю, поднялась ли она до небес. Потом только я уничтожаю это. То есть, то же самое и здесь. А ты можешь меня перевезти на это вот шахматное поле, вот на этот квадратик. Да, я переведу тебе. Ну так переводи. Ну мера грехов того, кто занимает этот квадратик, еще не наполнилась. Я образно говорю, понимаете? А пока это все в глазах несправедливо. Я же не знаю, что делается на другом квадрате. Я же не знаю, что делается на другом участке. Потому что я дальше своего носа ничего не вижу. А мне всегда кажется, что то, что происходит со мной, оно несправедливо. Потому что I deserve more, чем один динарий. И вот такое мое хождение. И на самом деле никакого хождения нет. Сплошное завистливое око, сплошной ропот и так далее, и так далее. Тебе же предложили динарий. Тебе же устраивала эта цена? Да, если тебя не устраивало, ты бы сразу не согласился. Но ты был согласен работать целый день за динарий? Ты был счастлив взять эту работу и получить в конце рабочего дня? А что, собственно, изменилось? С тобой что, собственно, изменилось? Ничего. Тебе дается динарий? Дается. Why are you so unhappy? Потому что он получил динарий. Понимаете, что такое человек? Эта притча показывает нашу суть. И показывает нашу суть не с лучшей стороны. То есть, мне же, в принципе, никто ничего не обманул. Мне никто ничего не сделал. Я был доволен получить динарий. Так получи и останься доволен. Ну, потому что кто-то был, кажется, более blessed than me. От этого я уже... То, что вчера еще меня удовлетворяло, вдруг меня перестало. Мало того, что это это сделало меня несчастным. Это сделало меня... Ну, я полон негодования. Хотя, меня никто не обманул. Вот это вот человек. Понимаете? Это ты и я. У меня такого нет. Есть. У тебя такого нет. Есть. Есть. Это царство небесное подобное этому. Не то, что ты и я. И вот это мешает. То, что вчера было еще справедливо, и то, что вчера тебя устраивало, сегодня вдруг перестало устраивать, только потому, что Бог кого-то благословил, которого ты никогда не знал, не увидишь, и, может быть, больше никогда не увидишь. Нет. Все. Я потерял покой. Я к нему, кстати, неплохо относился к этому человеку еще вчера. Сегодня, когда я вам получил динарий, ничего не делая практически, такой же динарий, который я получил, вкалывая целый день, у меня к нему отношение диаметрально противоположное стало. Радикально поменялось. Так я же, в принципе, не знаю, ничего плохого не... Да, ну, не важно. У меня появилась к нему негодование. Потому что он получил то же самое, что я, ничего не делаю. А я же вчера его любил. А где эта любовь? Я не знаю. Нету я уже. Понимаете? That's who we are. Эта притча, это серьезно. Она показывает... И Бог пытается... Что сделать? Он пытается нас исцелить от этого. Каким образом? Наша природа... Вот эта притча, она показывает нашу природу, показывает нашу суть. И она настолько испорчена, она настолько обезображена... Вот именно это слово обезображена грехом, что она не подлежит исцелению. Поэтому, Господь говорит, эту природу нужно убрать. Не трогай ее. Я тебе предлагаю новую природу. И он дает верующему человеку новую природу. Чью? Свою. Посредством чего? Посредством Святого Духа, которого он дает в сердце человека, который принимает, верит в Иисуса Христа. Когда, согласно посланию к римлянам 5 главе, когда человек принимает Святого Духа, то любовь Божия излилась в его сердце Духом Святым. Помните? Римляне 5 глава. Значит, теперь в человеке есть... Теперь в человеке есть уже и Дух Святой, и в человеке есть уже и любовь Божия. И теперь надо. Любовь Божия, понимаете, это как какой-то поток. Он пришел, раз, и как бы как кран какой-то, вот шланг. Раз, подсоединили в тебя. Смотрите, вот подсоединили, и через этот шланг в тебя течет любовь Божия. Но там есть другой конец шланга, который на выходе. Так вот, человека характеризует не вот этот кусок шланга, который в него входит, а человека характеризует тот кусок шланга, который из него выходит, что оттуда выходит, вы понимаете? Вот это человека характеризует. Человек говорит, ну у меня есть это все. Почему? Потому что я говорю языками, я пророчествую, я исцеляю, я воскрешаю мертвых. Но не это говорит о том, что потому что это дары. Это дары. Дары – это действование Святого Духа. Любовь, плоды Святого Духа – это его жизнь. Это течение Святого Духа. Это течение Святого Духа. Поэтому Павел говорит, я веру сохранил, течение сохранит, совершит. То есть, кто совершает течение? Бог? Но. Человек совершает течение. То есть, в меня один шланг заходит и ничего не выходит, кроме завистливого ока. Это что значит? Это значит, что не Бог. Это значит, что я не дал течение. Я не сделал течение. То есть, нужно толкать, нужно move things. Ты совершаешь течение этого. Поэтому апостол говорит там, он говорит, дай нам, вот он увидел что-то. Он говорит, что имею, то и даю. Значит, а мы имеем вот эту Божью любовь, это имеем Божье сострадание. Мы имеем, а не даем, не выходит. Мы говорим, что вот нет у меня, надо просить Божьих людей. Но ты Дух Святой имеешь? Духа я имею. Но если ты Духа имеешь, то ты не можешь не иметь Божьей любви, потому что она, если власть твои сердца Духом Святым, то есть, понимаете, вот эти, очень важно, совершить течение. Именно человек совершает течение. И об этом течение говорит не дар, не твое служение, а в течении говорит именно плод. Теперь немножко дар Святого Духа, да? Когда человек получает дар Святого Духа, верующий, то в этом нет никакой его заслуги, потому что написано, что каждому дано проявление Духа на пользу. То есть, человеку Бог дает какой-то дар, и он проявляется, да, когда Богу нужно. В этом, например, Иеремия, Иеремия был поставлен пророком не потому, что он был уже qualified, или он что-то уже закончил какие-то классы пророков, или получил какой-то дегри. Нет, он уже был в очреве, ты был в очреве матери, я уже тебя поставил пророком. То есть, заслуги Иеремии в этом никакой нет. Что касается плода, тут интересно. Почему? Потому что плод, ты говоришь, в этом тоже нет моей заслуги. Ну, в какой-то степени да. Но я могу здесь немножко поспорить с тобой, потому что, потому что если у человека, в жизни человека нет плода, то почему нет плода? Потому что человек каким-то образом блокирует, не совершает это течение. Если в твоей жизни есть любовь Божия, если в твоей жизни есть какой-то вот плод Святого Духа, то в этом есть определенная твоя заслуга. В чем она заключается? В том, что ты даешь Божьей природе пройти через тебя. Потому что человек, маленький, ничтожный человек, он может, в принципе, заблокировать Бога полностью. Например, всякую у меня ветвь, Иоанн, не приносящую плода. Да, но это же ветвь, она у кого? Всякую у меня ветвь, не приносящую плода. А чего ты ветвь не приносишь плода? В тебя ветвь идет Божий сок, в тебя ветвь заходит Божья природа, и ничего не выходит. Значит, кто виноват? Ну, он говорит, что я эту ветвь отсеку, и потом она пойдет в огонь. Значит, в этом твоя responsibility, ветвь. А ветвь, которая приносит плод, Бог еще, Отец, Он винограды больше очищает. Ага. Значит, кто, собственно, здесь совершает это течение? Кто здесь, в общем-то, make things, do things? Ветвь. Ветвь, это вы из ветви, понимаете? Поэтому, если в твоей жизни или в моей жизни нет плода Святого Духа, this is your responsibility. Если в твоей жизни есть плод Святого Духа, то в этом тоже есть определенная твоя заслуга. В чем она заключается? Что ты идет поток, а ты себя, как мы говорили, отверг, you surrender, ты дал этому потоку пройти, она течет через тебя, то есть ты умоляешься с тем, чтобы Божье прошло, понимаете? Это как сопротивление, как вот проводник, как сопротивление. Ток не идет, почему? Потому что высокое сопротивление. Что такое высокое сопротивление? Через тебя не идет Божий ток, потому что в тебе много я. Это есть твое сопротивление. Поэтому я нужно умолить, понизить сопротивление, чтобы больше прошло Божьего потока. Вот это и есть совершить течение. Понятно? Конечно, понятно. Поэтому, поэтому Господь говорит, я тебя позвал виноградник, и я его позвал виноградник, но тебя я позвал вначале, ты был первый, а этот был последний. Я тебе обещал это? Да. Я тебя обманул? Нет. Окей. Have a good day and enjoy yourself. А я ему даю то же самое, что тебе какая разница? Нет. Я недоволен, у меня завистливый ок. Потому что причина, запомните, причина неправильного мышления – это всегда то, что человек строит мышление вокруг себя. Он всегда, он всегда как бы центр, и поэтому, и поэтому он не понимает, что Бог делает. Он смотрит только на свой квадрат. В этой притче есть еще и духовный смысл. Давайте посмотрим послание к римлянам, 15 главу. Мы читаем в другом месте, что во Христе Иисусе не имеет значения ни обрезания, ни обрезания, ни иудеи, ни иудеи, ни элины, мужчина, женщина – все мы в нем. Makes no difference. Правильно. Ну вот посмотрите, что он здесь говорит. Римляне, 15 глава, 8 стих. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных. Это для кого? Для евреев, для Израиля. Смотрите, ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанные отцам. Понятно? А для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, зато будут язычники, зато будут славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему. Еще раз прочтем. Значит, тот же Иисус Христос сделался для них, для одних Он сделался служителем ради этого, а для других Он сделался служителем ради другого. Видели это? Еще раз. Разумею, что Он сделался служителем для Израиля ради истины Божьей. Не ради милости, а ради истины. Что это значит? Это значит, Он объясняет дальше, через запятую, чтобы исполнить то, что было обещано. Кому? Отцам. Кому? Кто это отцы? Это Аврааму, Исааку и Иакову. Они отцы кого? Они отцы Израиля, потому что это Израиль. То есть, Бог им обещал. Что Он обещал? Он обещал, что Я благословлю Ваш народ, и у Вас, Авраама говорит, что у Тебя будет семя, и в этом семени Я благословлю, будет народ. Значит, еврейский народ имеет от Бога это обещание, которое Бог должен исполнить. Иисус Христос пришел исполнить это обещание. И Он сделался служителем их ради истины. То есть, Он должен был прийти к ним и сделать то, что Он сделал. Понятно? Он должен был. Следующий стих. Следующий стих говорит, а для язычников Он из милости. Что такое милость? У меня к вам вопрос. Когда речь идет о милости, если, например, Он что-то сделал тебе из милости, Он должен был это сделать или нет? Нет, в этом-то и смысл милости. Там Он это сделал ради истины, потому что Он обещал. Язычникам Бог ничего не обещал. Это другая диспенсация. То есть, в принципе, Бог дал одно и то же. Бог дал один и тот же динарий. И тем, и другим. Но из разных соображений. Я, когда тебя нанимал на работу, я тебе обещал динарий. Обещал. В конце дня я тебе дам динарий. Вот прошел день. Ты отработал весь день. Устал, замучился. Вот тебе твой динарий. Я праведный хозяин? Я обманул тебя? Нет. Получи свой динарий. Претензии есть? Претензии нет. А те, которые пришли в конце, последние. Я вам обещал динарий? Нет. Говорит, то, что будет полагаться, я вам дам. Что будет полагаться, это не было оговорено ничего. То, что вам полагается, я дам. И вот Он дал им динарий, которые, в принципе, они не заслужили. Он им обязан был давать динарий? Нет. А первым Он обязан был давать динарий? Да. Почему? Почему? Потому что я вам обещал, обещаю дать динарий. Эти, Он говорит, я вам дам то, что полагается. Whatever it means. Это может полагаться. То, что Он, я захотел тебе дать динарий. А там, я не то, что не захотел. Я, I have to give you динарий. Вы понимаете? Ну, так что это значит? Что иудеи будут теперь смотреть на язычников и завистливое око? Потому что они получили тоже благословение, тоже получили такого же Святого Духа. Помните, когда иудей на Пятидесятницу сошел Дух Святой? Там же были сплошной Израиль, понимаешь? В Деяниях 2 главы. Когда церковь появилась. И они же ходили под законом, и они исполняли закон. Потому что я этого ничего не ел. То есть, такие все, ого. И я не буду, и вот теперь мы. Ну, хорошо. Они пошли в дом. В Десятой главе к Деяниям они пошли в дом Корнилиуса. Римляне. Римляне. Мы даже не видим, что там кто-то покаялся. Мы даже не видим, что там кто-то исповедовал своим. Мы видим, что когда Петр начал говорить, на них сошел Дух Святой. И они стали точно так же говорить, те же самые, то же самые, те же самые проявления, что были с этими, понимаешь, в самом начале. Как? Мы уже веками ходим и соблюдаем закон. Мы веками жертвоприношения. Мы это веками все это делаем. И нам пришлось только целый день потеть, зной дня. А мы, они даже слова еще не успели сказать. И бум, понимаешь. И we got the same denarii. Что-то здесь не нравится это, понимаешь. И потом они, Петр, в Деяниях в одиннадцатой главе, он пришел к этим братам, а они ему там дали ему hard time. Почему? Ты ходил к ним, и ты с ними ел, ты с ними молился, ты с ними... Ой, ты что? Так Петр говорит, они получили то же самое, что мы получили. Как они получили? Ну, да мы же... У нас же обетование, у нас же то, понимаешь. Мы же ради этого динария столько веков. А они получили этот динарий за час. И что, вы думаете, что в истории церкви это было все гладко? Нет. Им потребовалось усилие, им потребовалось сдвинуться со своего квадрата, чтобы понять и сказать такую фразу. Наверное, Бог и язычников тоже предусмотрел ко спасению. Потому что это не укладывалось в их квадрат. Это не укладывалось в их мышление. Нужно выйти из своего мышления. Понимаете, это целое дело. То есть, что происходит? Если я буду смотреть вот на это, то я буду недоволен. А если я буду смотреть на это, я тоже буду недоволен. Смотреть нужно и не на то, и не на другое. Бог имеет несколько граней. Их много, но здесь речь идет о двух. Бог хочет показать свое два лица. Ну, неправильно сказал. Беру назад. Он хочет показать две свои характеристики, наверное. Я не знаю. Не два лица. Он хочет показать... Да. Две характеристики свои. Первое, он хочет показать свою верность. Что он верный. Что он делает? Он берет для этого определенную группу людей и говорит, я тебе даю обетование. Я его исполню. Проходят века. Проходят много веков. И потом наступает полнота времени, и Бог дает обещанное. И этот говорит, да, я вижу, что ты верный. Ты мне дал обещанный динарий. Но Бог хочет показать еще... У него есть нечто другое. Что он хочет показать? Во что пытаются проникнуть ангелы? Что он хочет показать? Что он есть милостивый. Gracious God. Что Бог поет по благодати, не потому, что он должен. Если он даст, кому он обещал, то он не может показать это, то, что он хочет показать. Поэтому он берет людей, берет этого корнилия, берет этого человека, который практически вообще не работал в винограднике, и показывает на нем то, что он не может показать на этом. Что он показывает? Что он это делает не потому, что ты заслужил этот динарий, а потому, что он добр, как он сказал. He is full of mercy and grace. И когда ты смотришь на это, и у тебя в голове, у тебя мысли, что что Бог хочет показать на мне? Бог хочет на мне вот это показать. Бог хочет на Израиле показать свою милость, а на фараоне он хочет показать свою строгость. Понимаешь? И Бог сотворил один горшок для этого, другой горшок для этого. Ты будь верен в том, ради чего ты призван. Понимаешь? Потому что спасение предлагается и тому, и другому. Если бы ты фараон был почувствительный, посмиреннее, ты бы тоже получил это спасение, потому что тебе же предлагается это. То есть, понимаешь? Поэтому Господь говорит, что в большом доме есть много разных сосудов. Ты пребывай верен в том, к чему ты призван. Ты сотворен для этого. Ты сотворен для того, чтобы на тебе показалась Божья верность. Окей? Значит, ты пребудь верен обетованиям, стоя в вере и так далее, и так далее. А ты сотворен для того, чтобы на тебе показать Божью милость. Поэтому пребывай в этом и цени это. Продолжение следует... Продолжение следует...